Всем привет, с вами Савар, и сегодня я буду открывать осколки в Raid Shadow Legends. Эту игру я еще не снимал, поэтому расскажу о ней немного. Это игра, в которой ты коллекционируешь персонажей и ставишь команду. На арене и компании командная из четырех персонажей, в остальных режимах игры по пять. Коротко о режимах игры. Арена. На арене вы сражаете против других игроков и поднимаете очки с каждой побегой. Очки сбрасываются каждую неделю до минимального количества. Очков, которые нужны для того, чтобы быть в лиге. Также со сбросом тебе дают награду. Чем выше лига, тем лучше награда. Подземелье. В подземельях вы сражаетесь против искусственного интеллекта. Во всех подземельях, кроме паука, две волны и третья волна с боссом. Продолжение следует... На пауке сразу же вы сражаетесь против босса. Чтобы выиграть бои, нужно одевать персонажей в артефакт. артефакты и прокачивать их. Артефакты выбиваются в подземельях. Также в подземельях фармятся таланты на Минотавре. Они тоже прокачивают силы персонажей. Клановый босс. Есть 6 сложностей кланового босса. Чем выше силы, тем лучше выпадают награды. Босса вы убиваете всем кланом. Если вам удалось его убить, то вы получаете удвоенную награду. На каждом боссе надо набивать разный урон, чтобы получить лучший сундук с наградой. А сейчас мы будем открывать осколки, из которых падают персонажи. Начинаем. И первый аккаунт, с которого мы начинаем, это рефералка моего Соклана. Аккаунт очень везучий, еще много хороших эпиков, но, к сожалению, нет еще лиги. Сейчас он хочет ее достать. Посмотрим, что будет. Взрываем десятку зеленых. Рарки нет, отлично. Вторая десятка. Рарки нет, хорошо. На третью, к сожалению, места нет. Взрываем сначала семерку. И первый синий осколок, и нам выпадает, к сожалению, рарка. О, ой, стартовый персонаж. Но здесь уже есть Каэль. А, намада. Тоже рарка, не о чем. И еще одна рарка. Одни рарки, парт. Еще один осколок. Завоеватель, Завоеватель Скалата. Ой, читай, дни рарки. О, зато изволь Сумарка лупой. И с новой фракцией. Еще один. Ферз, который падает в компанию. Хорошо, конечно, хорошо. И нам выпадает в последний скалозуб. Падает тоже в компанию. Ну, и теперь десятка. Видите, сарабанное грео. О, сразу же выпадает Эпик. Эпик, конечно, фиговый. Единственное его полезное свойство, это паразит. И грашмолтобой. Упало два героя с паразитом. Вот первый паразит. И грашмолтобой. Но грашмолтобой получше, поскольку у него есть еще и штрафатаки, и регенерация. Ну, открытие, конечно, ни о чем. Ничего полезного мы не достали. Переходим на следующий аккаунт. Следующий наш аккаунт, это также аккаунт Мелосоклана. Вот такой вот у него аккаунт. Играет также в фритуплей. У него 29 синих. Ускроем мы только их и 39. Первая десятка пошла. Синих нет, отлично. Вторая десяточка. Что-то, зеленых мало. Не ведет, что-то. И крайняя десятка, одни серые вообще. Так, давайте вырываем сначала 9 синих по одиночке. Первый синих шард. И это рарка. Открывается второй. И надеемся на эпик или на лего. Ресущик, но рарка такая. Ай, тоже бесполезная рарка. Вражи. Выбегает к нам гном. Выглядит, кстати, очень круто. Но также будет полезен. А, тотемница. Ходит селья с оттелл. Падает одни рарки. О, Каэль. Базовый персонаж. Остается всего 22 шарда. Законница. У меня нет проблем с законом. О, выпадает в подобие оккульта. Тюремщик. Но, к сожалению, он не на грамм. Такой же, как он. И... Крайний по одному. И опять-таки рарка. 9 рарок нам выпало. Осталось всего 20. Надеюсь, что выпадет что-то хорошее. Первая десятка пошла. Давайте, лего, лего. Сразу же выпадает эпик. Но это юлиана. Эпик раньше был хорош, но сейчас плох. Галкут. У меня с ним давняя история. Помню, выпал мне один раз. Самый худший эпик в игре, по моему мнению. Ну ладно, взрываем дальше. Кстати, два выжигателя соло выпали подряд. И крайний десяточка. И нам выпадает... Сразу же эпик деспот. Да. Он прям реально как деспот. Издевается от нами. Своим выпадением. К сожалению, открытие не удалось. Но мы у него подзабрали немножко турик. И это хорошо, в принципе. Следующий наш аккаунт. Аккаунт также моего соклана. Вот такой вот у него аккаунт. Чего играют полностью в фритуплей. Осколков у него уже побольше. Плюс он сказал, чтобы я ему вскрыл все. И синие войды. Поэтому начинаем. Места здесь достаточно. Поэтому можно взорвать сразу тридцатку. В определенных. Первая десятка. Ноль рарок. Успешно. Вторая. Тоже без рарка. Очень хорошо. И третья тоже оказалась без рарок. Теперь вскрываем синий. Сначала взрываем один синий. И с первого синим нам выпадает рарка. Теперь взрываем четыре полудесятки. А потом один синий. Первая десятка пошла. И нам сходу выпадает лего. И это прислужник Брогни. Вау. Еще эпиков столько нападал. Брогни. Брогни это офигенный персонаж. Во-первых, из-за отражения урона. Во-вторых, он очень хорош на арене. Потому что он накидывает щиты. Которые невозможно снять. Также полезен на КБ. И везде. Очень универсальный и хороший герой. Поздравляю его с ним. Телец тоже хорошо заходит. В пачке с озором ядом. Но на двадцать пятом этаже уже бесполезно. Очаг виндарин. Он очень хорош на пауке. Из-за своего массового замораживания. Зиот. Ну, на фракции очень хороший герой. И в начале игры. И Гранч. Крайне ошибеческий герой. Он. Ну. На фракции может пойти как очиститель от штрафов. Кровавое перо. Частичка разная. Но все-таки прислужник Брогни это очень хорошо. У него погнал. Он прям везет. Недавно выпал Малахит. Теперь прислужник Брогни. Вау. Сколько ему падает эпиков. В прошлый раз, по-моему, пять эпиков. В этот раз три. Мучитель может зайти в Анкил. У дяди Ло есть видос. Можете посмотреть. И из него слеет разно. Но он уже слеял разно. Собиратель трупов. Падал нам в прошлый раз. И Тишада. Герой склада. Открываем еще одну десятку. Дайте еще одну лего, пожалуйста. Сачи. Герой из новой фракции. Враск. Вот Враск очень хороший герой. А с ней выживаемость на военных фракциях будет невообразимая. Вы вмереть не сможете. И крайне дезяточка. Алика. Неплохой герой. Но ей надо очень много книг. Еще одна лазурная леди. Герой склада. Алике хоть и много надо книг. Но она неплохой герой. Массовое сокращение перезарядки всем. Но у моего склада есть атаман. Поэтому ему не надо. И с одного она выпадает эпик. И это Барт Фотбор. А, герой двор. Очень заходит герой на лового рыцаря. Поскольку у него первый удар. Атакует врага три раза. И еще и накладывает трав в лечении. А у него славы большие проблемы. Поэтому поздравляю его. Теперь вскрываем фиолетовые шарды. Давайте вторую лего достанем. Будет вообще офигенно. И еще ему нужны хэски. Но это хоть ирарк, но не хэски. От маг здоровья у него только гвард. Один. Плюс они ему на лови, по-моему. Уже третий осколок. И падает пока что только рарки. Еще один. И нам выпадает рарка. Хромонок. А может пойти на паучиху. Как сокращение полоски хода. Сокращает полоски хода на 100%. По вайдам, видимо, нам все не повезет. У нас есть два шарда. Не теряю надежду. И крайний шарт. Не теряю надежду. И выбиваем сейчас гегемона. Давайте гегемон, гегемон. Нет. Нам выпадает злобострел. Рарка бесполезная. И взрываем сакрал. Крайний шарт. Надеюсь, что ничего не падет. Давайте. Вторая лего. Вторая лего. И это падает, к сожалению, эпик. А холп. Можно накидывать щиты. Но это герой фракции. Переходим на следующий аккаунт. И вот наш следующий аккаунт. Это мой аккаунт. По лекам, в принципе, у меня все неплохо. Даже маршалт есть. Имба всех режимов. И по эпикам тоже все у меня хорошо. Давайте сейчас заберем кланового босса. Может, что-нибудь крутое выпадет. И первый сундук. Мне ничего не падает. Шмотка случайно не попал по ней. И второе тоже ничего. Продаем. А кб ударю потом. Вот такое вот у меня количество осколков. Сейчас будем взрывать. Только освобожу место. Давайте взрывать. Сначала взорвем 30 зеленых. Пошла первая десятка. Рарок нет. Зато много зеленых в корме есть. И третий десяток крайняя. Рарок, к счастью, нет. Зато сейчас все серые. Так, давайте вскрываем один синий. Потом пять десяток. Еще один синий. Первый синий. Поехали. А, и в нее выпадает старожилой варк. Теперь взрываем десяточку. Первая. Так, пока не синий, но мне выпадает арахмид. Хотел его пока синий, выбил фейн. Но сейчас он мне не нужен. Накидывает он в штраф защиту слабость. Так, взрываем следующую десятку. Так, пока идут от нее рарки. Кадавр очень похож на логото. Люция. Люция у меня, к сожалению, уже есть. Поэтому мне и надо. ДД у меня есть и получше. Так, сразу же выпадает хук шипастый. Первый мой хук зайдет мне на фракции. И поскольку сахата у меня есть, но другие данжи он мне не особо-то и нужен. Лодрик Каракар. Хороший герой на краба, поскольку у него откат два хода на щиты. И накидывает он их на два хода. Поэтому, возможно, буду езжать его на краба. Хорошо. Но у меня есть Бергис, поэтому не думаю. Так. Авера Алхимик хорош на фракции. И Краульная Склепа, да! Юху, Краульная! Мечтал о ней очень долго. Конечно, я сейчас сделаю анкил, мне осталось выбить только ренегатку, но я о ней долго мечтал. Хорошо прям. Мне уже зашло, откиньте, моя. Следующая десятка. От Нерарки. И вот Костолом. Это то ли второй, то ли третий мой Костолом. Так, вот мы уже взорвали 50 синих. И взорваем крайний синий. И это с Эпик, и мне выпадает Некролов. Дубль еще и не нужный Эпик вообще. Так. И теперь я взорваю свои войны. 8 штук. Надеюсь, что их достать, поскольку у меня нет ни одной будет Леги. Кроме Бисикс и Евруима. Первый год Шарф. И мне выпадает Рарка. И у меня, кстати, 5 ХС. Да, я всегда даже знаю, куда их вязать. Есть на Краба одну сделаю. Две на Лаву и на Пука. Так, пока взорвали 2 войны. Ничего, и мне выпадает Эпик, и это Тухакский Талец. Не нужный Эпик, конечно. Но ладно. Одни что-нибудь угодно, но у меня есть серия, в принципе. Так же, по Эпикам не один раз свезло. Я бы тебе хотел пророчеству достать какую-нибудь Легу. Давай, пожалуйста, Лега, Лега, приди. О, мученица, по-моему, уже пятая. Мне принегадку. Давайте, Ренегадка, принегадка, пожалуйста. Нет. И осталось всего 2 войны. Очередная Рарка. Похож, кстати, на Тхукский Талец. И взрываем мой крайний войн. И давай, Лега, приди, Лега, приди, Лега, приди. Очередная Рарка. Жалко, конечно. Да, я думаю, у меня в ближайшее время ничего не выпадет. Поскольку сейчас я на ваших глазах забираю своего арбитра. Давайте. Раз, два, три. Уху, у тебя у меня есть арбитра. Да, счастливый. У меня есть арбитра. Вот такой вот красавец. Красавица, даже лучше сказать. Да, одену я ее чуть позже. И, возможно, вам покажу. Обязательно вам покажу. На моем аккаунте вскрылись. К сожалению, Дег не достали. Переходим на следующий аккаунт. Вот наш следующий аккаунт. Это мой соклановец также. Вот такой вот он аккаунт. Играет совершенно фритупой. Сегодня мы будем у него взрывать 74 синих и 30 зелени. Начинаем. Первая десятка зеленых пошла. Нет, рарок. Хорошо очень. Вторая. Ой, одна рарка. Возможно, придется взорвать осколки. Давай, рарка, рарка. Пожалуйста, давай. Да, балл 2 рарка. Повезло, повезло. Можем взорвать теперь. Так, сначала взорвем 4 синих. Первый синих шаг пошел. И это рарка. Но ничего удивительного. Первый всего лишь осколок. Второй осколок пошел. И опять-таки рарка. Ну, неудивительно. Результат тот же. Кстати, выпадал он нам на одном из прошлых открытий. И крайний соушард. И выпадает абиссаль. Было в каком-то слиянии. Недавно. Взрываем. Первая десятка пошла. Пока что падают одни синие. И первый эпик страхолюд. Страхолюд у него уже есть. Второй ему, конечно, не нужен. Но может на фракции куда-нибудь его возьмет. Для дополнительного сейва. Взрываем вторую десятку. Идут одни рарки. Лекарь, которому уж не нужен. Искатель. Тоже бесполезный эпик. Следующая десятка. Выпадает Кайтис. Хатун. Мордыкай! Мордыкай! Ю-ху! Ему выпал Мордыкай. Ему так не хватало хорошего выжигателя. Хоть у него уже есть Дрэкстер и Галик. Это очень хороший герой. Поздравляю его с этим. Очень ему поможет. Думаю, сейчас он уже закроет 25-го паука. С учетом того, что у него уже два страхолюда. Взрываем следующую десятку. И... И тут пока что одни рарки. Опа! Опять Василиск. У него уже есть. Выпаляет нам, конечно, Лего, но... Я его не очень хочу поздравлять. На фракцию с эти оглушения, конечно, может зайти. Он мне уже падал, но... Как-то герой бесполезен. Максимум, сотри, там может пробить, но это только один раз. Поэтому... Одновременно играть с собой и... Извини. Позрываем очередную десятку. Так, опять выпадает эпики. Так, эпики выпадают такие себе. Открываем очередную десятку. Это предпоследняя десятка. Надеюсь, я ему достану еще что-нибудь топовое, но... Мордека и считайте Лего. Фейн у него уже есть. О, да! Да! Он очень хотел этого героя! У него еще и по оркам проблема. Он прям... Он так сильно обрадуется, я уверен. Он очень давно его хотел. Вот этого героя. Топ раскол на двадцатого дракона. И... Может зачистить фракции и считать, что в совы. Также выпадает Душегуб, неплохой герой. Фейн может на Трилу арену зайти со своими бомбами. Люция ему уже не нужна, а Фейн уже есть. Даже две. И взрываем крайнюю десяточку. И нам выпадает треть... Еще одна Фейн! Две десятки подряд и два Фейна. ТРЛ у него тоже уже есть, но... Крутое открытие, мне понравилось. Конечно, вот из-за... Вот этого вот персонажика мне жаль. Но из-за этого он все перечеркивает. Плюс еще и... А вот этот вот персонаж из Аркгала. Она все здесь перечеркивает. Поздравляю! Хоть хороших лет не упало, но эпики упали потрясающие. Вот это наш следующий аккаунт. Вот такая вот у него неплохая коллекция. И на нем мы сегодня будем открывать 30 зелени, 1 войд и 40 синих. Поехали! Первая десятка зеленок. Синих нет, отлично. Но зато из-за зеленок дофига. В следующий раз аналогично. И третье давайте. Безарарк, безарарк. Пожалуйста. Да. Моя просьба сбылась. Давайте тогда откроем один войд, а потом уже вскроем все синие. Первый войд, ну и последний. Давайте. И это Эпик. а новый эпик из новой фракции и как был плохой достаточно мне не понравился переходим к синим осколком открываем 40 1 десятка и сразу же этот галку ужасные так я уже про сегодня я уже про него сегодня говорил тишана тоже плохой эпик опять же говорил следующий десятка пошла водительница смотрите рун тоже все не падал и когда тире лего это дин тора герой из новой фракции я помню когда него был их здесь это сильно его хотел из-за этого скилла штраф защиты слабость а то уж пять раз вместо одного атакует очень сильно хотел все этого героя но к сожалению попу не мне но я его поздравляю плюс еще подготовка к новой фракции кондотьер ну так герой чисто на фракции переходим к подает одессе и но выпадает деспот опять он опять нас навестил ларик скрытный вроде такой щиток и у нас остается одна десятка и давайте вторая лего 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 одни синие о пассиве шаль отличный герой контроля на 3 арену может офигенно зайти он хекси герой склада золотострел также но синие шаль хорош плюс еще и дин тора отличный герой на повезло вот это вот топчик из того что выпало и дин тора поздравляю водитель с этого аккаунта а мы с вами переходим на следующий аккаунт переходим на наше следующее аккаунтище да именно аккаунтище по-другому я это назвать не могу но вы просто ну вы посмотрите на это но это просто какая-то жесть аккаунтище да конечно врать не буду хозяин донатит сюда но изредка там может купить пак рубинов или пару осколков но не прям чтобы очень много здесь доната а давайте на нем мы все не скроем 30 зелени 50 синих осколков и целых 4 сакрала давайте начнем взрываем 10 зелени первая десятка пошла рарок нет отлично вторая десятка рарок нет отлично и крайне десятка и эти 300 осколков были без рарок но давайте начнем вскрывать 50 синих осколков под x2 первая десятка пошла падает пока что одни рарки серьезно 10 рарок они от собиратель трупов такое ощущение как будто на него сегодня 10 только их уже понападу еще одна десятка и сразу попадает арахмит тоже сегодня уже падал уже рассказывал и в конце крестовик крестовик арахмит все время их раньше путал хороший резко щек на темных или третий десяток пошел полет одни синие пока что и в конце упал кондотир 4 десятка и на упадает бард футбол склепница и аокс коварный вот аокс коварный хороший персонаж на кб и взрываем последний десятку давайте лего гараж мотобой хороший персонаж с паразитом и ременья ну может подливать в начале игры на серьезно но лек из 50 синих но она это еще не все осталось у нас еще четыре сакральных осколка открываем первый сокрал я галиго-лиго-лиго-лиго-лиго выпадает разбиратель полу продлевать все штрафы немного еще один эпик синишаль тоже говорил про него неплохой герой контроля но я думаю владельцы этого аккаунта уже не нужен и опять-таки эпик 3 эпика и 2 а нет потрошитель так и остается крайний сокрал давайте лего должна прийти 50 синих нет три не сокрал нет и один последний сокрал и сейчас выпадает лего такому и да ладно сделал эту выпаду да ладно 50 синих 4 сокрал и и 0 лек и 0 лек офигеть вот все чтобы она падала 0 лек и одни плохие эпики но разве что вот эти два но они уже на таком уровне игры не особо то и нужны но это было самое лучшее открытие по аккаунту и по осколкам наверно но к сожалению неудачно но вот как вы видите и даже когда люди донатят у них бывает что не падают им персонажа так что же донат не все делать в этой игре вот я вскрылся осколки спасибо вам за просмотр если хотите скидывать свои аккаунты в дискорде мне в личку и я открою вам под x2 или x10 осколки ну а я с вами прощаюсь всем пока и до свидания